и так ну чтож ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш покушен слугам амору это великолепная сборочка факторио с модом красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие изменения я все это время налаживал здесь производство в разных частях пытался сделать так чтобы поезда работали более успешно и столкнулся с одной основной задачей что попутки очень сильно не хватает нам как бы сильно этого не хотелось из-за того что не хватает попутки не хватает серной кислоты и самая распространенная причина почему не хватает именно попутки что здесь вот не способна перерабатываться большее количество нефти в единицу времени то есть как бы я не пытался отсюда вывести нефть так чтобы она сюда попадала без проблем все равно какие-то затыки происходит то есть мы банально здесь ограничены пропускной способности труб и здесь по сути вот эти вот нефтяные заботы работают просто нам пределе единственный вариант как из этого выходить это строить еще одну такую же схему по нефтепереработки в принципе что я и сделал останется дождаться когда дроны смогут разнесить все провода которые здесь недоразмещены рано или поздно это произойдет а также здесь я начал производить и помимо бетона железобетон он потихонечку производится здесь решил увидеть как он выглядит и в чем его отличие от обычного бетона и как мне кажется гораздо эстетичный он выглядит хотя даже здесь несмотря на его всю красоту даже здесь умудряются вот эти зеленые штучки прорастать хотя больше всего они меня именно здесь и бесят но ничего страшного в любом случае я готов с этим как-то смириться и если прям совсем ничего сделать не получится то так уж быть в этой же серии предстоит кучу всего нового сделать и самое основное чего я хотел бы достичь в этой серии это нормальное производство и запуск автоматически на секундочку спутников которые мы могли бы отправлять на орбиту для новых исследований и изучений я уже начал планировать себе как здесь все будет происходить как я и говорил в предыдущей части уже вывел сюда себе немножечко стекла которую буду использовать для производства основной и последний наградин которого по сути нам не хватает это всего лишь спутники допустим вот отсюда я беру солнечные панели вот отсюда я беру аккумуляторы и это все идет единая линия для спутников останется только красные схемы сейчас тоже выведем и все остальное я как вижу уже там есть ну и самое сложное что мне здесь предстоит это вот такие вот наши любимые радар чеки для которых нужны каменные блоки электромотор и ядра автоматизации но по сути я просто могу же их здесь сделать хотя я не хотел сделать ничего вот с этой вот стороны но видимо придется ее задействовать для того чтобы вводить без проблем все ресурсы на правую сторону так что здесь вот пожалуй придется пустить конвейер который будет выводить туда получается радары и красные схемы красные схемы я вывел то есть они будут вот здесь идти вместе с вот этой вот линии и здесь вот я хочу сделать производство радаров мне потребуется всего по сути один завод который бы эти радары производил так что не будем мудрить и будем делать это все минимальных масштабах хотя как я посмотрю у нас же здесь должны быть еще линии так с этим сложности ведь на этих линиях возможно когда-нибудь что-нибудь будет производиться так что постараемся сейчас уложиться вот такие ограничения то есть мне нужно сделать производство вот в таких вот маленьких масштабах будет сложновато но я постараюсь если честно я в шоке что у меня получилось все это в мусить вот такую маленькую компактную схему по сути я вывел здесь вот два ресурса с линии шин и вот так вот маленьким методом все это организовалось производится радара и я могу успешным образом их выкидывать на линию конвейера видимо я ошибку запустил здесь но вот этот сборочный автомат нужно два вот таких вот сборочных автомата с кабелями поэтому возможно потом придется мне эту схему немножечко переделать если вдруг что-то переделаю ну а пока я просто беру все вот эти вот ресурсы здесь собираю и ведут туда где будет производство дальнейшее если быть честно то вот этих радаров там минимум нужен такой что даже можно не заморачиваться подвела эти две линии здесь они успешно загружаются сейчас нужно подвести вот отсюда стеклом и остаются ракетное топливо и конструкции мало плотности а их я беру вот из этих складов готова вот и все автоматический крафт пошел спутники здесь автоматически создаются уже даже переполнился стак я могу здесь ставить автозапуск грузом и ракеты начнут автоматически запускаться данные спутниковой телеметрии я буду выгружать сундучок и этот сундучок мы обязательно запомним что у нас здесь есть нам потребуется в будущем дальше мы летим в самый конец шины вот в это место где будет организована вся оставшаяся организация для производства желтых схем потребуется достаточно много разного оборудования но тем не менее у нас практически для этого все готово начнем с простого с электронных компонентов тем более что их потребуется какие-то крохи каждый раз когда мы запускаем ракету судя по всему мы будем что-то новое обнаруживать например сейчас мы обнаружили пояс астероидов коллидио тут очень много полезных материалов и они отличаются от астероидов которые на виссе находится тут еще находится какая-то мара тоже планета но гораздо меньшего объема чем наша но ладно это нам предстоит изучать только после пока что я честно не готов к всем этим изучением поэтому занимаемся сейчас только наукой электронный компонент суда вывел сейчас нужен топливный завод который производил бы твердое топливо топлива я конечно же буду производить из попутки как самого доступного ресурса твердое топливо готово и сейчас вместе с электросхемами я буду производить модулей скорости дачу ты меня сильно в последнее время пожирают возможно этой из-за небольшого гигантского загрязнения который производит сейчас наша база но это только мои предположения ничего более точного гарантировать я не могу сейчас модули скорости сейчас начнут производиться как только достроиться канал с попуткой любому случаев модули скорости я могу успешно буферизовать ведь я точно уверен они нам рано или поздно где-нибудь да обязательно понадобится и даже пожалуй я могу себе сюда заказать чтобы в инвентаре на крайний случай были дальше мне нужно сделать теплоизоляцию сюда в небольших масштабах а для нее не хватает лишь каменных плит до серы схема с теплоизоляции выглядит примерно так сказал бы что даже немножечко забавно получается здесь должна производить серная кислота здесь каменные блоки и наискось вот эти вот и манипуляторы все сюда должны поставлять и все это должно работать по моему плану по крайней мере здесь пишется то что необходимых количество ресурсов должно хватать и конечно же забыл о том что стали еще должна помещаться но эту проблему я тоже решил благодаря возможности наших манипуляторов это невероятно классная штука и я не перестану ей радоваться печи электрические должны производиться здесь мне пришлось тоже использовать особенности манипуляторов я никак не могу перестать этому радоваться и организовал я схему именно вот таким вот образом и остались всего лишь пустые технологические карты я производил расчета на 16 сборочных автоматов и значит я эти 16 сборочных автоматов буду вот здесь вот размещать и останется всего лишь немаловажная деталь от этих провести гигантскую линию конвейера прямо вот сюда если бы были транспортные сундуки и дроны то я обязательно использовал бы дронов но так как их нет у меня а вернее нет транспортных логистических сундуков синего цвета то увы приходится идти вот на такие схищения и просто вот так вот вероломно подавать сюда предметы с помощью конвейеров да некрасиво да топорно да неэффективно но больше выбора особо нет и теперь когда все готово я могу без зазрения совести брать и начинать здесь все производство а вот оно и пошло сборочные автоматы начали свою работу и желтые исследовательские карточки должны были пойти как только так сразу и они рано или поздно пойдут просто у них крафт до ужаса долгий но ничего страшного я умею ждать эта игра как-никак предрасположены к этому и пока я все равно жду можно продолжать проектировать систему по выводу желтых схем прямиком к нашим лабораториям пока мы все это строили спутники продолжают запускаться и я бы не сказал что они делают как-то это медленно достаточно регулярностью это все это происходит и уже вот такое гигантское количество планет исследовали мы и каждая эта планета по-своему особенно например на мари вообще нету жуков к судя по всему на планеты виверна 67 опасности этих жуков жесть какая-то и если я все правильно посмотрю да есть планеты на которых находятся ресурсы которые банально на наивесень отсутствуют например иммерсит и допустим для того чтобы добывать этот драгоценный материал нам как-то придется на не виверне организовывать доставку этого иммерсита сюда там его как-то добывать или возможно там его вместе с этим обрабатывать надо посмотреть что эффективнее и только суда добывать но я не знаю когда мы дойдем до иммерсита судя по всему тут гигантское просто колоссальное количество разного рода схем и когда мы дойдем до самого иммерсита просто банально в красторию я не знаю на секундочку для справки уже 70 часов в этом мире проведено и неизвестно сколько еще часов останется произвести здесь возможно было бы более правильным решением вместо таких вот длинных конвейеров использовать конвейеры которые у меня уже были предназначены вот здесь вот я не знаю почему я не воспользовался этой идеей но в любом случае я перестраивать дан данный момент это явно не хочу наконец-то наконец-то желтые схемы начали заходить в исследовательские лаборатории я уже начал потихонечку помаленечку и начинать исследования а это значит то что мы постепенно начинаем выходить на новые технологии с вами допустим некоторые технологии я давно мог изучить но только сейчас он доходит лапки у меня для того чтобы их изучать самое первоочередное самое важное что здесь нам открывается это продвинутая электроника то есть синие микросхемы для того чтобы производить их потребуется редкие металлы сианая кислота и красные микросхемы не самое простое в плане крафта но мы обязательно заморочимся и будем делать обязательно отдельные блоки с синими схемами вместе с ними открывается центрифуги уран и термоядерный синтез а также ядерная энергетика я прям невероятно этому рад мы сможем построить ядерный реактор очень сильно экономить в плане пространства не то чтобы с пространства были какие-то проблемы по большей части проблемы возникает только с энергией то есть постоянно строите наращивать электрические панели мы не сможем как бы не хотели и поэтому я предпочту построить несколько даже если придется ядерных реакторов которые были бы гораздо эффективнее в плане производства энергии и также возможно будущем обязательно есть в крастору я уверен термоядерные реакторы которые в плане производства электроэнергии превосходят ядерники на голову буквально если не выше ну а пока мы продолжаем с вами изучение я хотел бы приоритете начать изучать вот эти вот реактивные костюмчики те самые костюмы которые добавляются благодаря моду space exploration по сути это та же самая модульная броня насколько мне известно но с одним маленьким нюансом они в плане производства не требует от нас синих схем то есть их мы можем произвести прямо сейчас ну сразу после изучения естественно постепенно изучение идут допустим мы изучили оборудование жизнеобеспечения первого марка и еще кучу-кучу всего интересного полезного и необходимого вот эти вот защитные канистры канистры жизнеобеспечения обязательно понадобится когда мы соберемся исследовать космос но пока я просто создаю центр обеспечения которые понадобятся для крафта экзоскелета для него у нас все уже имеется кроме теплоизоляции час мы это создадим и оборудование жизнеобеспечение оборудование создается здесь вот при помощи очень простых компонентов для крафта так это я могу обратно себе забирать как только сделал оборудование берем немножечко теплоизоляция и создаю себе костюм блоки управления ракеты и остальное у нас уже имеется зачем мне это создавать еще раз тем более что реактивный ранец я могу вытащить из текущего костюма вот теперь реактивный костюм создается вообще без помех также пожалуй вот эти все промежуточные вещи я и достану из модульной брони которыми есть и и за ненадобность я уберу куда-нибудь в резервное место ну-ка давай реактивный костюм надеваем во-первых он добавляет нам кучу новых слотов а то с ними в последнее время небольшая напряженка и у него слотов 6 на 6 это чудо и смотрите у нас получается сейчас нету абсолютно ничего но мы тем не менее можем летать на реактивном ранце то есть не использовать 4 слота под и ранец и просто на нем летать это же чудо также у нас появилась теперь новая кошечка которую мы можем наблюдать количество времени которую мы можем провести в отсутствие атмосферы то есть в космосе и все это зависит от количества коробочек в инвентаре с этим я думаю будем разбираться как-то позже из предметов у меня был маленький переносной генератор его и загружают топливом он себя гораздо больше и лучше зарекомендовал нежели солнечные панели которые могу сюда размещать хотя бы в тому что он может работать даже в темное время суток я мог бы себе сюда разместить большой переносной генератор но не буду этого делать по одной простой причине он занимает большее количество клеточек хотя у него и больше энергоэффективность но я все-таки отдам предпочтение пользу двух генераторов которые будут способны снабжать энергией все наши необходимые приблуды также я обязательно суда буду запиховывать адаптивную броню марк-1 хотя бы не для того чтобы не так часто использовать аптечки и как только так сразу откроются лазерные турели лазерные турели я тоже буду запиховывать в нашу адаптивную броню ночной визор и 3 резервные батарейки тоже будут обязательными в нашем костюмчике ночной визор в первую очередь для вас мои дорогие друзья чтобы получше было видно ибо в ночное время с этими модификациями гораздо больше трудностей и отсутствует и очень сильно отсутствует какая и очень сильно возможны проблемы с видением я не вижу вообще никаких проблем чтобы запиховывать ракетное топливо в эти генераторы есть небольшие трудности конечно с этим то что не особо за этим можно уследить но учитывая то что этого ракетного топлива хватает реально на гигантское количество времени то я не испытывал никаких проблем и получается как то так будет выглядеть компоновка на данном этапе игры и сюда я запихну две лазерные турели которые сейчас я скрапчу и это будут персональные лазерные турели есть конечно пулеметные но мне они меньше нравятся из-за их малого урона ну а теперь я хотя бы буду более-менее защищен от всяких кусачих и ходячих засранцев испытывать их я не намерен сейчас они нужны как резервный случай на всякие оборонительные нужды но и в таком случае пожалуй пока что на этом все мы будем с вами потихонечку заканчивать это невероятный прорыв за кадром я постараюсь побольше технологий изучить чтобы мы вместе с вами занимались уже дальнейшими исследованиями уже в серии ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона блока всегда ваш покажу слугам амору еще услышимся еще услышимся еще услышимся